Что такое брачный договор и нужен ли он белорусам? С этим вопросом мы вышли на улицы города и, надо сказать, были удивлены. Сегодня брещане все больше говорят о положительном, либо о нейтральном эффекте брачного договора. Лично я за. Потому что у меня были друзья-знакомые, которые приходилось разводиться и начинали финансовые и имущественные вопросы. Если есть договор на руках, это упрощает процедуру. Я нейтрально отношусь к брачным договорам. Это мнение каждого человека, как и поступать в каждой отдельной семье. Безусловно, я за этот институт. Во-первых, я адвокат Брестской областной коллегии адвокатов. И я рекомендую всем молодым людям и людям, которые уже додолго в браке находятся, рассматривать этот институт как возможный механизм регулирования их проблем. Этот договор браку точно не помеха. Так считает и брещанка Ольга, которая пришла с данным вопросом на консультацию к нотариусу. Уверена, документ любви не помешает, а в случае необходимости лишь обезопасит всех и от материальных посредств и от моральных переживаний. Подчеркивают и нотариусы, наличие такого добровольного соглашения скорее плюс, чем минус и объясняют почему. В брачном договоре могут быть определены порядок раздела имущества между супругами, которые они приобрели в браке, порядок участия в доходах друг друга, также несение каждому из супругов семейных каких-то расходов, содержания, воспитания детей, общения с детьми. Для того, чтобы прийти на консультацию, если это супруги, они приходят с паспортами и со свидетельством о заключении брака. А далее нотариус уже в процессе консультации говорит, какие документы необходимы. Если это лица, вступающие в брак, то они предоставляют только паспорта. Заключить брачный договор можно тем, кто вступает в брак, а также парам, которые уже прожили друг с другом не одно десятилетие. Документ может быть заключен как в отношении имущества, совместно нажитого с супругами за долгие годы, так и в отношении машин, квартир, домов, которые еще будут приобретаться в период брака. К примеру, по обоюдному согласию супругов, квартира может перейти в собственность супруги, а в будущем построенный загородный дом перейдет в собственность супруга. Если они обоюдно договорятся об этом, вот это можно отразить в брачном договоре такое условие. Брачный договор заключается только в письменной форме и в обязательном порядке удостоверяется любым нотариусом. На процедуре должны присутствовать оба – супруга, либо лица, которые намерены создать семью. Ежегодная статистика позволяет говорить о том, что заключение брачных договоров увеличивается. Раньше это было западной модой, а сейчас в Беларуси гораздо спокойнее относятся к заключению брачных договоров, поскольку брачный договор защищает супругов. Виктория Нечаева, Павел Малошон и Кантон Луговкин, телекомпания МБУК-ТВ.